Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И сегодняшнее видео я хочу посвятить теме выделения. Действительно, тема выделений всегда вызывает страх, всегда волнует очень многих, потому что часто вы мне задаете вопросы. Вот у меня такие выделения, у меня всякие выделения, норма это, когда бить тревогу. Сегодня мы с вами разберемся. Тем более мы разберемся и поговорим про мужчин, и поговорим про женщин. Да, в целом, когда должны быть выделения, это норма, когда патология и выделений не должно быть. Сегодня мы все эти темы разберем. Ну что, дорогие мои, я хочу напомнить, что сегодня в своем телеграм-канале я выложу уникальное видео, как абсолютно заполучить любую женщину. Женщины могут посмотреть и сказать, правда это или нет. Видео будет абсолютно бесплатно, доступно в моем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Поэтому, если вы еще не с нами, обязательно переходите, подписывайтесь, и мы с вами обязательно обсудим самые новые, самые интересные темы. Поэтому, друзья, я каждого из вас жду, и сегодня обсудим вот такую очень непростую, очень горячую тему. Действительно, выделение. Действительно, выделение, давайте начнем с мужчин и поговорим, да, в целом про выделение. Если вы видите выделение из половых органов, то для мужчины это не является нормой. То есть, выделений не должно быть вообще. Если какие-то появились выделения, они имеют запах, они имеют свет, они сопровождаются отеком, зудом, да, то есть, постоянно что-то хочется почесать, постоянно какие-то неприятные ощущения. Это говорит о том, что есть какая-либо половая инфекция. Причем она могла, соответственно, вы могли ей заразиться при любом виде полового контакта. Абсолютно при любом виде полового контакта. Поэтому на это, конечно же, нужно обратить внимание. Да, друзья, инфекций очень-очень много. И бывает выделение кровенистых, бывают выделения с гноем, бывают выделения, там, слизистые, пенистые, каких только выделений бывает. Их вообще огромное-огромное количество. Поэтому я крайне-крайне рекомендую, как только вы у себя заметили какой-то дискомфорт, также, если даже выделений нет, но вы чувствуете зуд, жжение и видите покраснение, отек полового органа, это говорит о том, что, да, есть какой-то возбудитель, есть какая-то инфекция. Скорее всего, именно половая, да, ну, потому что, как бы, какая еще может быть половая. Соответственно, нужно обратиться к врачу и сдать мазок. Сейчас, кстати, во многих лабораториях, которые практически в каждом доме открываются, можно прийти и сдать этот мазок, мазок на инфекции, передающиеся половым путем. Есть андрофлор, да, для мужчин, для женщин он фимофлор называется. Соответственно, есть на 7, там, 10, 12 и так далее инфекции. То есть, хотя бы сдайте минимальное количество инфекций для того, чтобы понять, выявить того возбудителя, который провоцирует вот такое серьезное у вас воспаление. Дальше, говорим про женщин. У женщин выделения должны быть в норме. Это считается абсолютно нормальной микрофлорой, когда выделение есть, потому что влагалище имеет функцию самоочищения. Это все выстроено не просто так. И вообще влагалищная микрофлора, это такой целый мир, огромный мир, где есть и лактобактерии, и патогены микроорганизма. То есть, огромное-огромное количество различных бактерий, которые заселяют в целом влагалище. Поэтому выделения абсолютно нормальные, в норме. Они скудные, без запаха, без раздражения, без зуда. То есть, без каких-либо, соответственно, таких неприятных симптомов. Они обычно усиливаются до менструации, да, и в последние дни менструации. И также более обильные становятся в дне овуляции. Как считать овуляцию, на моем канале есть далеко не одно видео. То есть, где-то в середину цикла, да, возникает овуляция. И в среднем это как раз тот день, когда выделение более-более обильное. Поэтому, дорогие мои, в эти дни, да, выделение более обильное. Если вы видите, что появился какой-то зуд, выделения прям стали очень-очень обильные. Появился какой-то отек половых органов. Это означает то, что есть какой-то возбудитель. Есть какая-то инфекция, да, которая требует диагностики, требует правильного лечения. То есть, любые выделения, которые вам мешают, которые вы чувствуете, что они ненормальные для вас. Они имеют цвет, запах, там, какие-то кровенистые выделения, пенистые выделения. То есть, абсолютно любые, которых не было раньше. Это говорит о том, что есть какая-то инфекция, передающаяся половым путем. И, соответственно, надо обследоваться. Отдельное видео прям сниму про молочницу, потому что многие решают молочницу лечить самостоятельно. И получают огромное количество разных проблем. Что лечат, лечат, вроде бы, ну, что такое молочница, выпью таблеточку и все. И вот вы на этих таблеточках действительно сидите в течение всей жизни, да, сидите в кавычках. То есть, вы их постоянно, постоянно, постоянно принимаете. Из раза в раз. Каждый раз таблеточка, таблеточка, таблеточка. И в результате мы получаем тяжелый затяжной процесс. Абсолютно тяжелый, абсолютно затяжной. Который требует очень серьезной коррекции. Требует очень серьезного лечения. И очень плохо вообще лечится. Такие затяжные, серьезные молочницы. Потому что тут нарушается микрофлора уже кишечная, да. Которая требует восстановления. Нарушается, соответственно, под действием иммунитета происходит нарушение. То есть, мы получаем такой целый комплекс, целый ком действительно очень-очень серьезных и неприятных проблем. Поэтому, чтобы этого избежать, я крайне рекомендую, как только у вас появилась жалоба. Да, вот мне не понравились выделения. Идите к гинекологу. Пусть гинеколог разберется, что у вас за выделения. Какие они и, соответственно, воздействуют на эту проблему. Да, то есть, дать мазки, как я уже сказала, фимофлор. Для того, чтобы точно выявить ту или иную инфекцию. Друзья мои, я вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Обязательно переходите, подписывайтесь. Сегодня вас ждет уникальный подарок. Как заполучить абсолютно любую женщину. Как сделать так, чтобы она в вас влюбилась. Все это будет в моем телеграм-канале. Абсолютно бесплатно, в закрытом доступе, только для подписчиков. Поэтому я каждого из вас жду. Также жду ваших мнений, ваших комментариев под этим видео. Обязательно ими делитесь. Подписывайтесь на мой канал. И мы с вами, конечно же, встретимся в следующих видео. У меня для вас очень много всего интересного заготовлено. Пока-пока.